Жители тщательно подготовились к встрече с Автодором. Было сформулировано 24 вопроса по самым острым проблемам. Землеотвод, водоотведение, ливневые стоки, подземные и наземные переходы, освещение, зеленение и благоустройство территории, которая находится за защитными экранами северного обхода. Модератором встречи выступил председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов. В общественную палату Одинцовского муниципального района уже год мы как существуем в новом качестве после перезагрузки поступило порядка 200 обращений по отвратительному качеству строительства федеральных трасс, развязок и прочему. Сама трасса хорошая, едешь на машине по хорошему асфальту, машина нигде не подпрыгивает, отбойники стоят, звукоизоляционные заборы высокие. А то, что творится за звукоизоляционными заборами вдоль дороги и кромки леса, например, вдоль дороги и пешеходным переходом, ну не лезет ни в какие ворота. Поэтому на сегодняшнее заседание мы пригласили средства массовой информации представителям вот этих крупных компаний, которые строят в нашем районе и в ваших районах строят вот эти большие наши дороги. Заместитель руководителя администрации городского поселения Лесной Городок задал представителю компании «Автодор» конкретные вопросы и самое главное спросил о сроках устранения всех недоделок и дальнейшей эксплуатации дороги. Когда едешь по трассе, может быть люди вас в душе где-то благодарят, но за экранами суммы защитные, там где люди проживают, я уверен, что они скорее всего проклинают. Представители компании в этот раз были готовы к ответу. Сергей Милюков заверил участников «Круглого стола», что все претензии жителей к «Автодору» будут устранены в самые кратчайшие сроки. 1 сентября все работы будут завершены и в дальнейшем, если будут поступать жалобы, компания готова их решать. Гарантийный срок эксплуатации никто не отменял. Достигнуто соглашение о том, что на этой неделе мы пройдем там ножками, так сказать, и все эти вопросы водоотведения в первую очередь. Да, мы будем все это дело рассматривать и устранять. Следующий момент. Сразу вот по вопросу восстановления якобы вырубленного леса, да, на территории городского поселения. Это не было предусмотрено, затраты, значит, эти не были предусмотрены в нашем проекте, но деньги на это найдены. И до 1 сентября там будут высажены зеленые насаждения. Это вы можете занести в протокол. У жителей Одинцова появилась надежда. Подушкинскую дорогу откроют. Автодор передал техническое задание на строительство примыкающей дороги к северному обходу. Теперь дело за компанией автомагистраль. Именно ей принадлежит этот отрезок дорожного полотна. Проект строительства Подушкинской транспортной развязки, Можайской транспортной развязки, это все один проект, который выполнен все строительные монтажные работы, выполнен в соответствии с проектом. В прошлом году неоднократно проводились совещания под эгидой администрации городского и города и района. Значит, было принято решение о том, чтобы выдать технические условия собственнику автомобильной дороги Подушкинское шоссе для строительства выезда непосредственно на съезд номер 3, так называемый, который идет со стороны города Одинцова непосредственно на платный участок дороги. Но ввиду того, что собственником Подушкинского шоссе, того старого Подушкинского шоссе, является ФКУ Центра Автомагистраль, инициировать обращение в адрес государственной компании может только представитель ФКУ Центра Автомагистраль, но никак не городского поселения. Мы городскому поселению тогда уже не единожды обращали внимание на это. Мы, согласно решению протокола совещания, которое проводилось с обязательностью приглашениями Центрального аппарата государственной компании, мы разработали две схемы. Проглашение две схемы. Одно предусматриваемое круговое движение непосредственно для того, чтобы все разъезжали со старого Подушкинского шоссе. И вторая была схема непосредственно примыкания к съезду номер 3 и выезд на платный участок дороги. Согласно решению совещания, Голицынскому филиалу и госкомпании было поручено согласовать эти схемы с администрацией. Мы все дело согласовали и очень долго ждали, кто же, в принципе, к нам обратится, кто будет инициатива, от кого поступит по поводу получения технической выдачи технических услуг. Значит, я вам докладываю, что на сегодняшний день у меня есть копия. Центральный аппарат выдал технические условия ФКУ Центра Автонагистраль на строительство примыкания к съезду номер 3. Это все, что я могу сказать. Дальше вопрос за ФКУ Центра Автонагистраль. Общественники, в свою очередь, заверили, что это первая и далеко не последняя встреча с Автодором. Вопросов много, но по каждому из них члены общественной палаты будут вести переговоры, пока результатом не будут довольны жители территорий, которые понесли ущерб от работ Автодора. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.